Мини-НВР нейро, который уже сейчас продается, отгружается, это стартовое решение с нейроаналитикой. Он находится у нас между Мини-НВР нейростейшн, то есть нейростейшн любая аналитика. Мини-НВР это пока что ActivePost, самый популярный, без нейросетей. А Мини-НВР нейро, соответственно, по названию это поддержка нейроаналитика. Там встроенный NPU-процессор, и наряду с ActivePost, ну и все, что поддерживает Мини-НВР, он также дополнительно поддерживает автотрассира, FaceRecognition, как я уже сказал, и два канала нейродетектор. Здесь получается либо один канал автотрассира, либо один канал FaceRecognition, так как это довольно мощные, много ресурсов потребляют эти модули, и получается, что в данном случае это позволяет только один канал достичь. Ну, два канала нейродетектора распознаваемые. В принципе, судя по анализу лицензии, это самый популярный кейс. Тут, я думаю, что по продажам, в принципе, сейчас я уже вижу, что чаще всего используют нейродетектор, но он еще и дешевле в итоге получается. Получается, три конфигурации у нас есть, они называются Мини-НВР, нейро АФ-16НД, туда входят 16 лицензий на камеру и 2 лицензии нейродетектор. А вторая модификация — это с автотрассиром, туда входит одна лицензия автотрассира. И также модификация с FaceRecognition, как уже сказал, одна лицензия, туда входит комплект. Также наряду с распознаванием лиц и номеров можно ввести подсчет посетителей. Это с помощью нейро-кантера, тут отдельно его придется докупать. А все остальное, ну и Scud Ballit, Orion и Segur, это тоже отдельно докупается. Все остальное, детектор людей, распознавание лиц, лицензии на камеры — это все в комплекте, в зависимости от модели. Вот, не поддерживается, как уже было выше сказано, по третьему поколению Scud Trossir, пока что это разработки PVR, тепловизоры, подключение сторонних видеорегистраторов у нас только на AeroStation и выше. Теперь, ну и так как это мало пользовалось, малое количество пользовалось этими лицензиями, вот, платы видеозахвата, в принципе, тоже сейчас тяжело уже найти. и аналоговых, по сути, уже аналоговые платы, они в маленьких масштабах, если только там, ну короче, не очень интересный для нас рынок теперь стал. Ну, DEVARP и жесткие диски до 10 терабайт, пока что более 10 на тестах. По целевым сегментам это, соответственно, если говорить про модель с автотрассиром, одним каналом, то это где используется один КПП, один шлагбаум, соответственно, один канал, одна машина в кадре, и это, соответственно, автотрассир Slow, то есть автотрассир 30, он там у нас называется. У нас есть просто такие клиенты, в которых не требуется два канала даже, поэтому один канал автотрассира у нас покупают ради этого на AeroStation Compact, вот, но говорят, что это мощности его избыточны для их решений, и, соответственно, используют либо какие-то альтернативные решения, либо покупают все-таки NS Compact, но с прицелом все-таки на дальнейшее расширение. Вот, по Face Recognition, это нижний пункт, то есть тоже та же история, то есть это, по сути, для контроля управления доступом решение. И здесь также один канал, одно лицо в кадре, это тоже для таких кейсов, в которых не требуется там с большой скоростью распознавать лица, и там, соответственно, производительности достаточно для того, чтобы подойти человеку, взглянуть в камеру, его лицо распознается, и, соответственно, дальше там идет сработка системы контроля управления доступом. Вот, по ритейлу, так же, как я уже говорил, это магазины у дома, для которых NS Compact избыточен, и, соответственно, требуются там нейродетекторы, подсчет людей, вот, на большом, на маленьком количестве каналов. По конкурентам, наэростришный компакторе я тут привел, но это, в принципе, следующее устройство, оно тут не совсем в нашей весовой категории, но просто для сравнения показал, что вот есть некоторые конкуренты, которые пока скрыты здесь под псевдонимом «Конкурент 1», «Конкурент 2». Это реальные модели регистраторов, но анонимные. Соответственно, у конкурентов есть один канал распознавания лиц, но нет одного канала автотрассира, то есть для этого требуется камера с распознаванием номеров. И распознавание людей авто, 4 канала, соответственно, у нас пока 2 канала, но мы видим так, что 2 канала, это, судя по продажам на Эрестейшн, мы видим, что больше 2 каналов очень мало кто покупает. Соответственно, по недостаткам конкурентов, ну, как я уже говорил про пользовательский опыт, это неудобный интерфейс. И по этих поддержке часто жалуются на то, что невозможно получить ответы, помочь, помогают очень долго. Соответственно, это один из ключевых, самых популярных ответов, почему, соответственно, отказываются от покупки таких решений. Далее, позиционирование у нас, грубо говоря, здесь представлена начальная модель Minion VR Neira, то есть это от 66 990 рублей. Туда входит, соответственно, нейродетектор 2 канала, и автотрассир или фейс-рекогнишн, это уже отдельно нужно будет докупать. Ну, а также, как я уже сказал, есть модели с автотрассиром и фейс-рекогнишн в комплекте. Далее, по решаемым задачам, это, в первую очередь, ограничение доступа, где требуется ограничить доступ нежелательных субъектов, и также белый-черный список, чтобы отслеживать нежелательные, так сказать, транспортные средства и субъекты, в принципе, о приезде которых нужно уведомлять, например. Ну, и, соответственно, подсчет посетителей, для того, чтобы считать количество зашедших в магазин за определенный промежуток времени посетителей и посмотреть, сколько покупателей, соответственно, осуществило покупку, сколько ушло без покупки. И для того, чтобы работать дальше над конверсией, такой инструмент в ритейле очень любят. Так, по вариантам применения еще у нас, ну, как я уже сказал, открытие шлагбаума, это на въезде или выезде, в зависимости от кейса, и фиксирование времени прибытия спецтехники, то, что также часто просят, пользуясь спросом. И по открытию дверей, соответственно, это контроль управления доступом Сигур и Орион, и фиксирование времени прибытия сотрудников, для того, чтобы контролировать свой персонал. Ну, и по подсчету посетителей, как я сказал, также можно еще подсчитывать автомобили на парковке, чтобы следить за загруженностью на парковке.